Я не хотел никаких эффектных зрелищ, я просто подводил читателя к зеркалу. Так однажды написал Сергей Довлатов, писатель которого называют сегодня современным Чеховым. А вот мы хотим и того и другого. С одной стороны вид крымских стройк ошеломляет, их слишком много и они непривычно большие для Крыма. А с другой стороны, крымская стройка сегодня это что зеркальная поверхность, где отражается вся великая страна. Так начиналась первая программа стройсерфинг в феврале 2018 года. Конечно, вошел он в историю как год открытия Крымского моста и международного аэропорта Айвазовски. Об этом имеют представления в стране все, кто хоть однажды интересовался Крымом. Но были и десятки других объектов, таких долгожданных, таких нужных для крымчан. Об их строительстве и рассказывала наша программа на протяжении этого года. Строители из Великого Новгорода реанимировали 50-летнюю школу в селе Мазанка. Чирург оперирует больного и видит процесс куда более запущен, чем казалось при внешнем обследовании. В Мазанской школе при вскрытии не только посыпались перегородки, оказалось, что в швах между альминскими блоками просто нет связующего материала, а лотки под коммуникациями прогнили. Школа трещала и настойчиво требовала бандажа. Много железа, которое бы держало ее стены. Когда это все начиналось, вы видели сомнения в глазах местных жителей, что это реально вообще сделать? Да нет, наверное, надежда больше. Да, нам пришлось пережить некоторые трудности, ситуация нестандартная, но у нас такая, так вот оно сложилось, и мы зато у нас, я говорю, у нас большая цель. Нам, в принципе, повезло, что нашлись люди, которые вообще рискнули взять такой объект. Проще было бы его снести, наверное, чем сделать новое. Но было проектное решение, экспертиза, в которой необходимо было восстановить именно существующее здание. Поэтому пришлось восстанавливать. Появилось новое оборудование, все современное оборудование. Очень много решений, которые были заложены в проекте, по ходу строительства поменялись, потому что их физически невозможно было выполнить. Решали здесь по месту, уже принимали заново решение, утверждали с заказчиком. В обещанный срок первая очередь реконструкции была сдана в эксплуатацию. Разница, конечно, очень большая, небо и земля, между тем, что было и что сейчас есть. Что такое эта школа для села? Для села? Ну, это сердце. Я ожидала видеть чего-то, не знаю, меньшего. То есть она тебя не подвела в твоих ожиданиях? Не подвела. Когда реконструкция только началась, то многие забрали из школы документы. Говорили, что навсегда. И никто не ожидал, что мы так быстро войдем обратно в свою школу. И как только прошел слух, знаете, это село, что мы возвращаемся, все сразу потащили свои документы. Ура! Мы дома! Сегодня готовится тендер на проведение работ уже по второй очереди реконструкции Мазанской школы. И дай бог будущему победителю этого тендера не разочаровать мазанцев в новом году. Мы не в самое тихое время сюда приехали, потому что сегодня на стройке этого дома для сирот и для людей с ограниченными возможностями, а это будет аж 180 квартир в трех секциях. Находится это в конце улицы Балаклавской. Так вот, сегодня здесь бетонный день. Ну, видите, почти как рыбный день. Это бывает примерно раз в неделю, и в какой-то степени это можно считать подведением промежуточных итогов. То есть залили, уже поставили арматуру, и сейчас заливают бетон. Нет, пожалуй, это так же торжественно, как и банный день для всех, кто любит ритуал еженедельного посещения бани. Когда армируется, когда ставится опалубка, это еще производственный процесс такой долгий и подвоемкий. А сейчас все это скроется из вида. А когда заливка бетона, уже результат работы виден конкретно, что этаж поднялся. Сейчас начинается работа на второй секции. Видите, здесь уже возведено 4 этажа, рядом 3 этажа. Дом для сирот Симферополя стоит не на ровном месте. Это, по сути, склон. Как вот вода течет по порогам, вот точно так же будет повторять форму волны этот дом. Вообще удивительная стройка. Она как-то очень долго разворачивалась. Сначала оказалось, что, ну как всегда, проектная документация не соответствует норме. Потом шел очень долгий торг с авторами этой проектной документации. Потом, когда с ними разобрались, оказалось, что вообще-то на фундамент нужно потратить не 3 недели, а 3 месяца. Потому что неправильно были определены грунты. И грунт здесь скальный, а не тот, который был указан. Для того, чтобы эту скалу прорубить, потребовалось гораздо больше времени и силы денег. 3 месяца копали, потому что до 6 метров скалу углублялись мы. А это не было видно по документам? Нет. Нет, в проектной документации этого не было. Я не знаю, что это или ошибки проектировщиков, или экспертов, которые проходили проект, что это не знаю. Но факт есть факт. А много таких были ошибок? Много. И сейчас тоже они выявляются с каждой новой стадией. Потом оказалось, что нет нормальной документации на землю, и никто не разрешал проводить здесь электричество. Поэтому практически год стройка работала за счет генераторов. Какая здесь панорама? Я даже никогда не думала. Ну, пойдемте на третий этаж, еще лучше будет. Выбрали прекрасное место, правда, действительно. Он такой скромненький будет по сравнению с этим элитным районом? Ну, три пятиэтажных дома. Я бы не сказал, что это сильно скромно. За столько лет. Ну, зато он бит прямо на новый борт и на скалы. Красотища, очень красиво здесь. Я думаю, что людям будет приятно тут жить. Большинство строителей на этой площадке увидели Крым впервые. И Сиракан Танаян тоже. Вообще ни разу не был, ни в детстве не был, ни в юности не был, ни в взрослой жизни. Я приехал на три дня, и получилось так, что эти три дня вот до сегодняшнего дня продолжаются. Это, наверное, из самых простющих ваших объектов. В принципе, да. В Сочи было намного сложнее. Мы Олимпиаду там били с строительством на протяжении пяти лет. Подрядчик, разумеется, сдаст всю территорию под ключ вместе с ландшафтным озеленением и детскими площадками. У нас срок сдачи – ноябрь, конец ноября 2019 года. Дать таким детям, сиротам и инвалидам дом не достроить или вовремя не сдавать – это просто базор. Как вам сказать, вот мы строим, да, вот допустим, ну, бывает, что молоток в руке бьешь, да, он говорит, ну ладно, хоть Господи. Мы уже не просто так и достроим. Сироту будем жить. У всех же дома, мать или сестры. А у них нету, понимаете, как-то надо все с душой это жить. Ну, слаживается и работает. Это надо. Государство, дай Богу, здоровья, что такими делами занимается. Про тех людей не забывается. Дай Бог иметь здоровье. Будет обязательно доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Будут удобные съезды с первого этажа каждого дома. Это по-сигде, мы раньше даже не это делали. Да не верю я. Еще ни с кем не было такого. А время быстро летит, правильно? Да. А мы-то увидимся еще. Надеюсь. А я вам скажу, что мы успели. Чем дольше стройка идет, тем меньше прибыли остается строителей. Сейчас затадиваете для Нового года? Я имею в виду не продукты? Ну, естественно, материалы, конечно. Потому что потом две недели, чтобы не стоять, мы заранее... Будем работать первые две недели? Пятого числа мы начинаем. Пятого числа, даже может быть, скорее всего, четвертого. Мы так уже привыкли строители, строители. Уже какая же это трудная работа, да? Какая опасная работа. Погода, не погода, но... И все равно первое? Строить надо. На севере минус 30, минус 50. И все равно заливают? Все равно работают. Все равно бетонные дни? Да, там специальные добавки добавляются, обогревание включается. После бетонного дня собираются кубики-образцы с каждой партией. И спустя 28 дней отправляются в лабораторию для специального сдавливания. Да что тут переживаете? Это был хороший фактор, что оно не развеет? Конечно, конечно. Монолитчики здесь из Азербайджана. Это уже строительная классика. Именно они в свое время, в конце 90-х, вместе с болгарами освоили монолитное строительство. Отделочники из Армении вместе радуются наступающим бетонным дням. И для тех, и для других это завершение одного цикла и начало новых работ. Ну, платье нормально, мы довольны. Все самое главное. Все нормально. Да. Вы приходите вот 10 часов вечера, посмотрите, мы работаем здесь. Приходите 8 часов, 9 часов. Утром рано, 7 часов можете прийти. Посмотрите здесь, что творится. Стройка шумит целый день, наверстывая время потерянное на этапе начальных работ, когда исправлялись все недостатки проектной документации. Здесь не гремят только воскресенье. Уважаю покой жителей этого далекого, высокого и очень красивого микрорайона. Можно сказать, что строительная судьба крымских спортивных объектов пока складывается удачно. Во всяком случае, наш проект побывал и на открытии долгожданного борцовского зала в Ялте, и на активной стройке спорткомплекса в Симферополе. А сегодня мы на стадионе «Локомотив», которому уже 51 год. Его реконструкция закончится в ноябре 2019 года. И то это только первый этап. Само поле, его полив, обогрев, видео и аудиокоммуникации, строительство котельной – все это технически сложные работы, но подрядчик делает некоторые из них уже с опережением. Чтобы уже к следующему году выполнять только оставшиеся доведения до совершенства, все остальное будем спокойно уже доводить. Несмотря на всевозможные композитные технологии, покрытие поля будет натуральным. Это и совсем другой уровень удобства игры и минимальный травматизм спортсменов. Здесь нет каких-то сложных лабиринтов, которые надо изучать. Все перед вами. Скажите, в 67-м году строили лучше, чем сейчас? Поменялась технология строительства совершенно. Поменялись материалы, поменялись какие-то требования. Работали из того, что было. Сейчас есть возможность выбора. Самое сложное – это протянуть провода. Слишком большой метраж. До таких строек работы не очень много было у вас, да, в Крыму? Ну, знаете, если хорошо работаешь, работаешь всегда. Вы откуда приехали? В Омск. Омск. Это ваш первый опыт в Крыму работы на объектах? Нет. На этого работали на садиках ФЦП, которые монолитные. Сейчас закончились, они как бы вот сюда устроились. А в Омске есть такие похожие объекты, объемы работ, чтобы вы там могли работать? Ну, нет. Нету? Нету. Как бы таких нету. То есть для вас это возможность приехать в Крыму и заработать? Да. Абсолютно верно. Ну, я как бы здесь уже второй год нахожусь, как бы еще домой не ездил. Вот это за два года вы ни разу не были в Омске? Нет. Потому что туда очень дорогая дорога, да? Билеты, да. Сейчас вот, допустим, перед Новым годом еще можно улететь подешевле обратно, то есть дорого. Алексей Леденев, руководитель строительством, приехал из Москвы и, можно сказать, занимается делом семейным. Ведь еще его дед участвовал в стройке из знаменитого здания Московского госуниверситета. Теперь фирма, где работает Алексей, занята проектами реновации. Я сам крымский, я сам фирма лосеец. А, вы из Крыма на самом деле, да? Да, на самом деле. То есть вы просто когда-то уехали и работали, и жили в Москве, да? Да, было время, да. Сейчас вот здесь, на этом объекте, как бы, поэтому он, естественно, мне родной и близок. Но сейчас бы вы на реновации в Москве заработали больше? Не всегда, как говорится, деньги самое важное, более важное. То есть какие-то объекты, которые потом запоминающиеся и более... которыми можно гордиться. На поле встречаем представителя технического надзора. А почему строители так любят строить с нуля, а не хотят что-то доделывать, переделывать или там делать большие реконструкции? С нуля всегда легче. Строить заново всегда легче, чем что-то за кем-то переделывать или доделать, или реконструировать. Всегда возникают какие-то моменты и сложности. То, что на стройке немноголюдно, совсем не потому, что мешает погода. Пока мы снимали, здесь был и дождь, и снег. Все дело в рациональном подходе. Людей возите за собой? Какие-то уже готовые бригады? Готовые, да. Есть готовые бригады сформированные, потому что они работают каждый по своей специализации. То есть вот сейчас как раз идет наша бригада тепловиков, которые уже сделали не один объект. Вот сейчас, только они вчера приехали из Москвы. То есть вы их с капремонта забрали сюда? Да, забрали сюда. Да, сейчас выполнять обогрев поля. Первый раз. Первый раз в Крыму? Да. Даже в пионерском лагере не были? Нет, в Артек не посылали. Не посылали в Артек? Нет. Хотели бы еще на каких-то крымских стройках поработать? Или у вас полно работает там в Чувашии? Есть там стройки? Стройки есть, но мало платят. Сколько это мало? Ну, 7-8 тысяч. Это зарплата за месяц? Да. 7-8 тысяч? А где последний объект? Я в Самаре делал сам лично. Сами делали в Самаре? Да. А на каком объекте? Самарский, это стадион. Ну, вы можете уже, наверное, с закрытыми глазами. Да, знаю. А научиться этому сложно? Не сложно. Вы еще Крым не видели? Нет, не видел. А что хотели бы посмотреть в первую очередь? Ну, на море съездить, достопримечательности посмотреть. Это как раз та ситуация, когда матч состоится при любой погоде. У вас были матчи при такой погоде? Были. Хуже погода была. Вы когда последний раз, ну, может быть, для себя, что называется, гоняли мяч? Да, уже давно, я уже. Ну, может быть, собирались где-то за городом такой же компании? Лет 20 назад. Разговор о прошлом стадиона и о будущем футбольного спорта продолжаем с Виктором Орловым, советским футболистом-нападающим. В Крымской Таврии он появился в 70-м году. Приехал в 24 года после игры в «Шахтере», на тот момент уже игравшим в высшей лиге. Ну, самая главная особенность – это хорошее поле. Вот это поле тогда, оно и сейчас хорошее, но тогда оно считалось одной из лучших в Союзе. В лучшую время Таврии здесь вот, мы если проигрывали дома, там, две или три игры за сезон, и нам это было стыдно. Мы как-то вот очень переживали это все. Сейчас уже этого нету. Сейчас проиграли, выходят, забыли, что они играли, улыбаются, смеются. Вообще, в другое время все поменялось, поэтому отношения другое, деньги другие, все другое. В составе Таврии Орлов провел более 300 игр и забил более 50 голов. Да, это тоже игровой эпизод. Вы вот это девятый номер? Да. У вас всегда был девятый номер? Да. Виктор Орлов воспитал новое поколение футболистов, среди которых даже участник чемпионата мира 2006 года Андрей Несмачный. Ну и вот все ребята, которых вот здесь уже человек, ну, 10 уже нету. О былой славе советского спорта, конечно, вспоминает тепло, грустит об ушедших друзьях и о том, что спорт стал просто бизнесом. Большого бизнеса вообще, в первую очередь. Большие деньги. Какой самый для вас памятный гол? Ну, вот здесь мы играли, вот все ворота, Динамо Минск обыграли. Какой счет был? 1-0 на последней минуте. Это вы забили? Да, на последней минуте. Уже вот так получилось, что вот я и запомнил. В тишине в то волшебное утро в Топловском монастыре мешали разве что звуки стройки. Но, собственно, ради нее стройки. Затеянные в 2011 году игумени Пороскевы, мы и приехали в Топловский монастырь. Желаю, чтобы милость Божия охватила, догнала, вопреки человеческой воле обратила, успокоила от игумени до послушницы, от паломника до случайного прохожего. И чтобы настигнутой радостью, все обращались к Богу, потому что побывали в этом монастырье. Это ваша первая стройка в жизни? Да, первая. Первый опыт. Отец позвал на эту работу. Далеко отсюда живете? Около 20 километров отсюда. И каждый день так ездите, да? Да, каждый день. Нравится именно здесь работать. То есть вы сделали все под штукатурку? Он уже готов для штукатурки, да? Получается? Около тысячи километров. Если бы не было на это воли Божьей, то тут бы было как было. Пока можно было, пока разрешали строители, поднималось наверх. Ну а теперь на бреющем полете, куда могу, туда заглядываем. Для журналиста Лариса Копаенко этот собор старый знакомый. Точнее, она была знакома только с его основанием. С тем, что от храма осталось после взрыва в 1928 году. Я должна сказать, что тогда даже в голову не могло прийти, что будет храм восстановлен. Речь шла о том, чтобы хоть как-нибудь открыть монастырь, чтобы появилась игуменья, чтобы появились насельницы. И об этом даже мысли не было. В домовой церкви по алтарю бегали куры. Бывшие кельи монашенок были разрушены, выдраны даже облицовочные плиты. Здесь был вид просто погрома такого, знаете. У меня почему-то кажется, что он какой-то слишком большой для этого места. Огромный. Тут должно быть все воздушно, легко, паряще. Вы знаете, я вам скажу, маленький храмчик, который сейчас, он не только не вмещает людей, а вся площадь до ворот. От церкви до ворот занята паломниками, когда начинается время теплое, когда приезжает на храмовый праздник, когда отсюда идет крестный ход с иконой Божьей Матери Казанской в Феодосию. В этом году 20 лет, как матушка Пороскева пришла в Топловскую обитель. После долгой мирской жизни она была учителем иностранных языков. С тех пор сверяет каждый свой шаг с поступками и заветами той игумени Пороскевы Родимцевой, которая в конце позапрошлого века создала обитель и построила точь-точь такой же храм. Точнее, довела его возведение до куполов. Это была одна из самых, четырех самых наибольших обителей Святой Руси до революции. И поэтому, конечно, матушка-ягуменя хотела такой храм создать, чтобы в нем всестрам было, всем хватило места, чтобы для молитвы была высота. Топловский монастырь с самого своего основания в конце 19 века переживал эту традицию многолюдия. Сестер здесь в лучшие годы было около 500. Здесь не принято даже мысленно спорить с основательницей обители, игуменей Пороскевы Родимцевой. Таким она его видела, этот храм. Таким строила. И не сегодняшним сестрам это менять. А мы сестрами только, ну, по-детски, может быть, восхищаемся. Вот это да, оно растет, оно поднимается. Вы укрепляли фундамент или рыбку? Мы на старый фундамент. Вы на старый посадили. Это было принципиально? Это здание один в один того, что было запроектировано еще в тех годах. Ну, запроектировано, но не построено. А его построили под купол. Оно было уже построено до купола. Вы вот не видели, что здесь есть куски, которые мы не смогли даже ничего с ними сделать. Мы их не могли разбить. Мы здесь с отбойными молотками, электрическими транами. Мы ели сняли, как люди в 1890 году это все собрали. Птичник был, знаете, когда я нашла первую ведомость и увидела, что мальчика-ягуменя с сестрами 20 тысяч яиц собирали в год. Я еще не видела места развалин. Когда мы добрались до развалин собора, мне все стало ясно. Что сестрички, что это не легенда. Они собирали и сушили яички для порошка, который шел весь весь в раствор. Нам хорошо, что у нас есть краны башеные. Как они это делали, я не представляю. Это как пирамиду строить, то же самое здесь было. Как такие краны могли бы эти снимать, здесь разбирать колонны. А как они вручную это на телегах все сюда поднимали и закладывали. Наверное, народ был просто мощнее, здоровее. Мы Богу благодарны за то, что Он нам дал простых, не витиеватых, но ответственных. И таких ребят, простите, с которыми можно и посоветоваться. Которым можно поплакаться, когда мы чувствуем свое женское бессилие. И которые всегда идут нам на встречу. Вот поэтому мы Богу благодарим, что они понимают, за что они взялись. Таких объектов у меня не было в жизни. То есть я строил много элитных домов, обычных домов, коттеджей, поселков. Но таких объектов у меня еще не было. Ну старались отдушить на будущее, для будущих поколений. Не трудно, а интересно. Потому что каждый новый этап, он до этого, хоть мы по 20 лет в строительстве, у нас не было таких видов работ, как 70-тонные арки. Ни одного у нас одинакового проема. Как бы это единственный из моих объектов, который вживую он выглядит лучше, чем на проекте. Было здесь и 60 человек работало, и 20. Сейчас нас 10 здесь держат. Не останавливаемся, потому что остановиться очень просто. И вот начать по новой, потом будет очень тяжело. У основательницы обители, игумени Пороскевы-Родимцевой, был надежный спонсор. Граф Гейден. Поклонник монастыря. Сегодня пока, ну... Место вакантно. Да, пока никто не дерзнул дальше, скажем, тянуть обитель в небо. 2018-й полон грустных памятных дат. 90 лет со дня кончины основательницы монастыря, игумени Пороскевы. 90 лет со дня первой попытки взорвать храм. И 80 лет со дня расстрела 12 юных монахинь. Матчика игумени была благочинной всех женских монастырей Таврической епархии. Это от Одессы начиная и Токловским монастырем заканчивая. В этом году, 16 декабря, исполняется 90 лет со дня ее кончины. Это для нас очень такая важная дата. Мне пришлось, скажем, когда Владыка благословил на это послушание, скажем так, принимать деревню. Она приняла леса, дебри, в которых подвязалось несколько монашечек, несколько женщин. Матчика из пустыни сделала цветущий оазис. Взорвали собор на Успение Пресвятой Богородицы. А через три с половиной месяца наша матчика игумени от разрыва сердца упокоилась. В расстрельном списке она была под номером один. И возле ее имени чекисты поставили отметку – умерла. А дальше в том списке были юные, преданные Богу девушки. Или, как их называли во всех клировых документах, девицы. Они держались, им пришли контрреволюцию, но ни одна из них не сказала, что я отрекаюсь от Бога. Бог знает. Он знает их подвиг. Он знает их подвиг. Расстреляли и думали, что их память канула века и безвозвратно. Но очень крепко ошиблись. В первую службу на тройцу мы служили на развалинах, на тех глыбах, которые практически все вывезены. Притрусили гвоздичками, травой все эти развалины. Когда мы стали на службу, знаете, самообман бывает у одного человека. Сдрагивает одна сестричка, вторая, третья. Я это уже, как говорят, шкурой чувствую, что мы стоим среди сестер, среди тех, которые здесь были. И мы поняли. И восстановление обители есть, опять-таки, некий шанс. Смотрите, и сейчас, сто лет спустя, мир катится в бездну. Появляются новые линии разлома, новые противостояния, новые вызовы и новые, новые трагические перспективы. И здесь Господь опять-таки действует, подавая нам множество святых, мучеников и исповедников, подавая нам удивительные примеры, как бороться за свою душу и как оставаться христианином не в христианских условиях, как оставаться человеком в нечеловеческих условиях. И вот в этой обители мы чувствуем и переживаем все, что я сказал, еще раз и еще раз, чтобы усвоить этот урок однажды и навсегда. Добра всем желает наша программа в будущем году. Пусть у всех крымских подрядчиков хватает сил, мудрости, компетентности, энергии, мужества и честности, чтобы осваивать миллионы и миллиарды, которые счастливым образом оказываются в Крыму. Здоровья крымским строителям, а нам – нужных, долгожданных и, главное, достроенных объектов. Спасибо. Спасибо.